Возвращаемся к новости, которая касается прежде всего медицины и фармацевтики, но обсуждают ее сегодня миллионы людей, в том числе далекие от этих профессий. Сегодня стало известно, российские академики признали гомеопатию лженаукой. К таким выводам пришла специальная комиссия РАН. Ученые рекомендовали изъять гомеопатические препараты из государственных клиник. Окончательное решение предстоит принять рабочей группе Минздрава, которая должна учесть все мнения, в том числе специалистов, не согласных с комиссией РАН. Добавлю, многие путают гомеопатию с фитотерапией, лечением травами и лекарственными растениями. Ситуация разбиралась наш корреспондент Ольга Князева. В витринах встроенными рядами и, кажется, нет проблемы, с которой бы не справились от кариеса до климакса. В нашей стране зарегистрировано почти 2000 гомеопатических препаратов. Сегодня в России несколько сотен гомеопатических аптек. Также таблетки и растворы можно купить в любом отделе обычной аптеки. Если гомеопатия продается, значит это кому-нибудь нужно. Правда, аргументы в пользу самих продавцов-фармацевтов, кажется, с медициной никак не связаны. Вообще, в принципе, везде играет роль эффект плацебо. Эффект плацебо, говорите, играет роль? Само внушение. Гранулы рассасываются, не запивая капли динцит. За 15 минут будет пьян. И главное, с положительным настроем, чтобы плацебо работало. Ну, гомеопатия, да, это очень важно. Если вы не верите, то поверите, когда все будет хорошо. Спасибо вам большое. А будет хорошо обязательно. Принимать или не принимать гомеопатию – вот в чем вопрос. До сегодняшнего дня, кроме соседки, у которой мужу-то помогло, ее мог выписать врач или предложить фармацевт в аптеке. Теперь есть вот такой меморандум, подготовленный комиссией РАН. Гомеопатию в нем называют лженаукой. И советуют Минздраву. Во-первых, изъять препараты из госклиник. Во-вторых, убрать из аннотации информацию о лечебном эффекте. Многие люди пренебрегают нормальной медицинской помощью для того, чтобы отдать деньги гомеопатам. Гомеопатия многократно испытывалась, рассматривалась, но признавалась ненаучной, неэффективной. Вот такие гранулы от ОРВИ производят в одной из московских аптек. Рецепт опирается на главный принцип гомеопатии, который еще 200 лет назад использовал немец Самуил Ганнеман. В основе препарата – вещество, которое бы здорового человека заставило болеть. Но доза сверхмалая, а значит, вреда не будет. А как насчет пользы? Берут один грамм какого-то вещества, помещают в 99 грамм воды, встряхивают, получают так называемый 1% раствор. Потом берут оттуда один грамм, помещают в 99 грамм воды, встряхивают еще раз. И так по цепочке делают в среднем 30 раз. После этого от исходного этого вещества ничего не остается, поэтому классическое гомеопатическое средство – это неотличимо от воды. Именно против такой классической гомеопатии и направлен меморандум, поясняют его создатели. Речь не о травах или БАДах, а именно о так называемых сахарных шариках. Но вот другой факт – классическая гомеопатия одобрена ВОЗ. Да и как лженаука уже не первые десяток лет может быть предметом серьезных медицинских диссертаций. Такой же метод лечения, как любой другой. И в России пока правильно делают, что гомеопатический метод лечения разрешен только врачам, имеющим какие-то сертификаты, дающие право на лечебную работу. Пока ученые РАН называют гомеопатию лженаукой, в Московской медицинской академии имени Сеченова на одной из кафедр есть целая программа «Основы гомеопатии». И эти лекции слушают не студенты, а практикующие врачи. Мои коллеги-академики, как мне кажется, немножко поспешили. Особенность гомеопатии в том, что она направлена, образно говоря, внутрь организма на мобилизацию его защитных адаптивных механизмов. Поэтому при разумном использовании этого метода мы действительно помогаем нашим пациентам. А бывает и так. В 2009 году дочь знаменитого певца Билли Джоэла попыталась покончить с собой. Выпила обезболивающее, гомеопатию, 15 таблеток разом. А думалась, вызвала скорую. Врачи констатировали лишь испуг. А Людмила из Ульяновска тоже приняла 15 таблеток. Только не обезболивающее и с лечебными целями помогло. Я болею, у меня выступили фурункулы на ноге. И благодаря гомеопатическим препаратам у меня эти фурункулы на следующее утро затянулись. Действие не доказано, но и не отрицается. Официальная позиция врачей на родине гомеопатии в Германии. Государственные страховые программы подобное лечение не оплачивают. Но чудо-гранулы — это 8% рынка лекарств покупают. В России же только в 2016-м, по оценкам аналитиков, было продано больше 20 миллионов упаковок. Большинство врачей все же предупреждают. Препараты с приставкой гомео не собьют температуру под 40. И за 200 лет ни одно клиническое испытание не доказало обратного. Если Минздрав согласится с Академией наук, гомеопатия из аптек не исчезнет. Просто будет выложена на отдельной витрине. В Минздраве с выводами не спешат. Обещают решить вопрос по каждому препарату отдельно. Ольга Князева, Дмитрий Олин, Сергей Мухин, Христина Иванова, Ирина Нечаева, Елена Штоклова. Первый канал.